В моем понимании и на собственном опыте могу вам сказать, что для меня страшнее предательства нет ничего в этой жизни. И особенно страшно, когда тебя предают люди, которые считались твоими друзьями, которые ели с тобой за одним столом, пили с тобой чарочку чая, понимаете, которые говорили тебе хорошие слова. И при этом особенно, знаете, страшно, когда тебя предает женщину мужчина, вот это ужасно. Я не личные отношения имею в виду, потому что личные отношения — это другая стезя, да, и как бы жизнь у человека может сложиться с одним. Мы все проходим разный возраст, и у нас на каждом этапе жизни появляются новые, там, так сказать, партнеры, да, скажем так, неважно, да, семейные или еще какие-то. Но вот предательство, я имею в виду в таком глобальном смысле, когда просто тебя, знаете, вот топчут, растопчут, и развернутся, и уйдут, обманут, ограбят. И вот для меня вот это хуже этого предательства нет ничего в этой жизни. И я, знаете, я как тот китаец, да, который сидит и ждет, я никогда ничего не делаю, я никогда вот людей не наказываю, никогда ничего не делаю. Я только сижу и жду, когда же вот их накроют. И ведь накрывают. Раньше накрывало, там, через 20-е поколение, да, а сейчас мы настолько стремительно живем, что накрывает тебя же, тут же. И в моей жизни, вот даже в моем таком вот, ну, опыте личном, да, я знаю одно, вот у меня, у моего бывшего мужа был партнер по бизнесу. И он просто его так очень некрасиво ограбил, очень, это было очень давно, 95-96 год. И я к нему подошла и сказала, говорю, ты заплатишь самым дорогим, что у тебя есть. Оказалось, что самое дорогое, что у него есть, это он сам. Потому что прошло совсем немного времени, и вы знаете, его так сжирал рак, что я вообще была поражена. Потому что он все свои деньги, которые он украл со всех сторон, он потратил на это лечение, и у него этот рак, он, знаете, как по всему организму бегал, да. То есть это вот, вот это возмездие, которое, то есть через собственные страдания человек начинает понимать, как он жил. Поэтому я стараюсь жить правильно, не обманывать никого, не воровать, не, понимаете, не растаптывать человеческое достоинство. Это ужасно, когда ты топчешь чье-то человеческое достоинство, неважно, это маленький ребенок, или это там какой-то человек, которого ты встретил случайно, или нахамил кому-то. Я так стараюсь жить. Не знаю, правильно это, неправильно, потому что, тоже, знаете, многие мне говорят, что надо наказывать. А я никогда этого не делаю. Но, как показывает моя жизнь, я никогда ничего плохого не делаю, я так думаю. И как будто вот Господь мне подбрасывает новых и новых и новых людей, и все более высокого уровня, и социального, и материального, и духовного, и интеллектуального. Значит, все правильно, я так думаю. А это дает тебе толчок к развитию, правильно, когда тебя окружают такие люди. Ну, наверное, так. Спасибо. Спасибо.